В эфире Громадская. Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. И вот тема этого выпуска. Состояние здоровья Олега Сенцова резко ухудшилось. Сам он заговорил о скором конце. Пресс-секретарь Путина заявил письмо матери Олега с просьбой о помиловании и поступила в Кремль. Насколько реально освобождение украинского режиссера? Расследование дела Надежды Савченко и Владимира Рубана окончено. Их обвиняют в попытке госпереворота и планировании масштабного теракта в центре Киева. Они заявляют о провокации. Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме в городе Лабытнанге уже 88-й день. Сегодня омбудсмен Людмила Денисова опубликовала его фото. Вот сейчас так выглядит 42-летний гражданин Украины Олег Сенцов, который уже 4 года удерживается россиянами за то, что не согласился с оккупацией его родного Крыма. Сидит он в колонии Белый Медведь. Это город Лабытнанге, Ямало-Ненецкий автономный округ России. Вот эти три фотографии, которые вы увидели, Людмиле Денисовой передала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она же сообщила, процитирую. Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все удивляются, как он выдерживает состояние его удовлетворительное. Ну а вот родные Олега говорят совсем о другом. Состояние его здоровья резко ухудшилось, он уже не встает с кровати. У нас в студии сестра Олега, Наталья Каплана. Наташа, ты видела эти фото? Да, я видела одно из фото, и, конечно, оно удручающее. Да, это Олег, сильно похудевший, совсем изможденный. Больше похоже это фото на каких-то узников-освенцем. Но это достоверное фото? Я думаю, что да. Вот мы, подсказывает мне, что мы показываем именно те фотографии. Сегодня их получила украинская ботсмана, своей российской коллеги Татьяна Мускальковой. Он до этого передал тебе письмо. Что написал? Он передал письмо вместе с адвокатом, который был у него во вторник. Ну, писал, что, ну, как Олег пишет, все у него нормально, вот только здоровье совсем не очень. В сердце бьется 40 ударов в минуту, боли в сердце постоянные. Началась анемия. Написал, что встает с кроватью он только в случае крайней необходимости, то есть практически все время сейчас лежит. Отказался ехать в обычную больницу, говорит, что в больнице в Лабутнанге с заключенными обращаются еще хуже, чем в тюрьме. Ему предлагали туда поехать? Да. Он там уже был в реанимации и отказался, говорит, что я останусь здесь до конца. И, судя по всему, этот конец уже близок. Это его слова. Это его слова. И что он подразумевает под этим? Явно не освобождение. Потому что он просил больше не писать ему, что свобода рядом. Он такое ощущение, что надежду потерял совсем. Наташа, слова, я так понимаю, Москальковой, которые передает Денисова, как ты их расцениваешь? О том, что он в удовлетворительном состоянии. Он рассказывал, что Олег прекратил голодовку. Этот же человек рассказывал, что Олег за время голодовки поправился. Этот же Олег рассказывал, что он получает от письма мамы по электронной почте, хотя у мамы даже компьютера нет. Все хорошо. Конечно, все хорошо. Человек 80, какой год, день уже голодает, пятый год в лагерях. Всегда все прекрасно. Лучше не придумаешь. Слушай, а ты говорила о том, что письма он вообще никакие не получает сейчас. Сейчас, да. Я так поняла, там проблема с цензором у них возникла, и неделю даже больше вообще никаких писем он не получал. И образовался просто информационный вакуум. Он и так-то с трудом понимает, что происходит в мире, да. По обрывкам это свою картину какую-то создает. То сейчас нет вообще ничего. А чем объясняют? Объясняют ли как-то? Читала в твоих постах о том, что Олег, по сути, впервые жалуется. Он жалуется не впервые, но жалуется он крайне редко. И тогда, когда действительно все очень плохо. Первый раз он жаловался, когда его везли этапом, и он написал мне письмо из Челябинска. Там были жуткие условия содержания. Он там пробыл несколько месяцев и писал мне, что все время хочется есть. Тогда, за время этапа, он потерял 10 килограммов. И вот сейчас он жалуется второй раз, что... Сколько он весит сейчас? Сейчас не знаю. Вот когда я у него была, он потерял около 15 килограммов тогда. Это 70 с небольшим. 70 с небольшим, а рост у него? 190. Почти 2 метра. Опять-таки об этапе. Почему-то муссируется вопрос о том, что его могут перевезти в Москву. Это вы добиваетесь этого? На самом деле ЕСПЧ предложил, рассматрив его вопрос с голодовкой, предложил добиваться перевода в обычную больницу, причем как можно ближе к месту прописки. Но тут вопрос встает в другом. А прописка у него в Крыму также? Тут встает вопрос в чем? Олег боится, что он не переживет этапа. Более того, если этот этап будет такой же, как перевозят всех заключенных, он действительно просто не выживет. А что же какой это этап? Это людей месяцами возят в поезде, так называемый Столыпинский поезд, где жуткие условия, просто они там все голодают. Я общалась с другими политзаключенными, они говорят, что это самое сложное для заключенных. Голодают не потому, что это их акция сопротивления, просто им не дают еды. Просто им не дают нормальной еды. Они находятся в переполненных камерах во время стыковок. Это вагоны, поделенные на камеры? Нет, это когда поезд там один, по сути, привозит заключенных, и маршрут у него долгий, время от времени заключенных высаживают и содержат в перевалочных камерах, так называемых, в перевалочных СИЗО. Когда Олег сидел в Челябинске, там элементарно нар не хватало. То есть у них было на шестерых четыре кровати, они спали по очереди. При этом очень маленькое помещение, ни одного окна. То есть, по сути, подвал, нары и толчок посередине этой же комнаты. И шесть здоровых мужиков. И все болеют. А сколько это может длиться, вот этот этап? Месяцами. Месяцами. Российское законодательство не ограничивает длительность этапа. И что самое страшное, что не предусматривается сообщать родственникам о том, что сколько это все будет длиться и где он находится. То есть сообщают, что человек выбыл из колонии и потом прибыл. И вот все это время его можно искать. Мы там окольными путями находили Олега, и это удавалось далеко не всегда. И то они даже не сообщают, что он выбыл и прибыл. То есть нам никто не сообщал, когда он выбыл из Ростова, и когда он прибыл тогда еще в Якутск. Не было ни одного сообщения, хотя они должны этого делать. Даже этого не было. И все, как мы находили его в передвижении, это действительно просто шпионские игры. Последний наш разговор, помню с тобой, о том, что он содержится в одиночной камере, но с ним постоянно находится доктор. Сейчас так же? Да, так же. Он находится в больнице, в лазарете тюремном. Все там же находится. То есть это на территории тюрьмы? В территории, да, на территории тюрьмы. И именно по поводу этапа, так как он непонятно, как в таком ослабленном состоянии перенесет, вы просите санавиации доставить в Москву? Если это возможно, то да. Потому что на данный момент Олег отказывается просить вот это, то, что предлагает ему ЕСПЧ, потому что он действительно боится, что он не выживет. Ему еще предлагали, опять же, в больницу Лабытнанге просто в обычную лечь. Но он говорит, что там еще хуже, что там к заключенным относятся гораздо хуже, чем в тюрьме. Врачи? Врачи. Он там был в реанимации уже, и он не готов туда еще раз ложиться. А в чем это проявляется? Ну, он говорил, что реаниматолог вообще предлагал его просто привязать и, простите, засунуть в задницу трубку, и начать кормить так, несмотря ни на что. Будет упираться, но умрет так умрет. Вот. Это отношение врачей и гражданской больницы. Ваша просьба о санавиации, ответ есть? Нет, и мы официально не просили пока. Что все эти 88 дней, что он употребляет? Ему капают капельницы из глюкозы и группы витаминов. И сейчас он, чтобы избежать принудительного кормления, принимает питательные смеси, но принимает их в гораздо меньшем количестве, чем ему необходимо. Ну, и пьет теплую воду по-прежнему. Это все. Как реагирует мама? На самом деле, маме я говорю, что все хорошо. Успокаиваю, как могу. А дети? То же самое. Дети же все равно есть доступ к интернету. Ну, Алинке тяжело все это читать. И как бы мы с ней договорились, что не надо. И она знает, что очень много недостоверной информации. Наташа, омбудсмен Денисова заявила, что россиянин Алексей Седиков попросил Путина поменять его на кого-то из украинских политзаключенных. Более того, в этом посте она говорит, что ему нужна медицинская помощь. Или операция, которую не готова предоставить в Пучанской, если я не ошибаюсь. В колонии он содержится. Можно ли сделать из этого вывод, что пошли более активные переговоры об обмене, что вот есть конкретно человек, на которого могут поменять Олега? Ну, это же не первое имя, которое всплывает. Сколько уже таких разговоров было? Сколько таких имен уже было? И что? Пока никакого результата я не вижу. Пока только все хуже и хуже. Что ты знаешь вообще о переговорном процессе? Как он происходит? Между кем и кем? Известны ли какие-то подробности? Никаких подробностей я не знаю. Я узнаю только по каким-то слухам и обрывочным фразам. Я не являюсь участником переговорного процесса. Знаю, что французская сторона очень активно действует. И вот как раз была информация от французской стороны, что Путин упорно не хочет отпускать Олега. Он хочет, чтобы он умер на зидание другим. А это было официальное сообщение? Нет, это не было официальным сообщением, потому что официально об этом ничего не говорится. Буквально за полчаса, по-моему, до эфира нашего появилось сообщение о том, что президент Франции Макрон заявил, что завтра он будет об этом говорить с Путиным. Возможно ли давление вот такое принесет результаты? Мне сложно сказать. Насчет Олега Макрон уже не первый раз говорит с Путиным. Это я точно знаю. Уже было несколько телефонных разговоров в последнее время. Но пока, как мы видим, результата никакого. Мама отправляла письмо с просьбой помиловать Олега. Насколько я понимаю, это нарушение все-таки процедуры, которая установлена в России. Но мы уже видели, как это действует. Потому что освободить Надежду Савченко тоже просила не сама Надежда Савченко, а жены или члены семьи тех сотрудников кремлевских СМИ, в убийстве которых, собственно, Савченко и обвиняли. И Путин тогда пошел на эту просьбу. Сейчас известно нам только о том, что мама письмо написала. И сегодня пресс-секретарь Путина, Песков, сообщил, что письмо зашло в Кремль. Что дальше? Известна ли процедура какая-либо? Там все зависит от Путина. На самом деле письмо зашло далеко не сегодня. Оно достаточно давно уже там лежит. В Кремль именно? Ну, в администрацию президента. И на самом деле тут как раз-таки эта процедура прошения о помиловании от матери, она есть в российском законодательстве. Это возможно. Но пока опять же... Есть прописано? Да, это есть. То есть может попросить... Вот прошение о помиловании матери, оно есть такое. Но там дальше, как говорится, на все воле российского царя. Ну, знаешь, если... Вот мне кажется, если уже Песков признает и оглашает, что это письмо у нас есть, мне кажется, что это может давать надежду на запущенный процесс или нет? Я... Ну, как бы сложно очень сказать, что там в голове у них происходит. Письмо есть, письмо они признали, что оно ими получено. Дальше как будет? Он же не сказал, что мы освободим. Адвокат Дмитрий Динзе озвучивал процедуру, что, в общем-то, это не так быстро происходит, что это должен быть создан комитет, получать какие-то должны характеристики от колонии. Известна ли тебе эта процедура? Очень смутно. Очень смутно, честно говоря. Ну да, там должна быть рассматривать комиссия, дополнительные документы. Но надо понимать, что если будет политическая воля, это все сделается за две секунды. Это вообще не вопрос. То есть смотреть здесь только на процедуры, это неправильно. Если бы Россия соблюдала все юридические процедуры, Олег бы вообще ни дня не сидел. Наташа, кто этот доктор, который с ним находится фактически круглосуточно? И как он себя ведет? Что говорит Олег или, возможно, адвокат? Как ни странно, у Олега с ним более-менее нормальные отношения. То есть это же человек, с которым он фактически живет? Насколько я знаю, он полковник или подполковник, в СИН, врач. И вот следить за состоянием Олега, я практически ничего о нем не знаю. Даже имени, честно могу сказать. Но Олег на него не жалуется. То есть и более того, если он говорит, что этот человек даже лучше, чем обычный гражданский врач. А вообще, как сотрудники колонии к нему относятся? Ну, Олег не жалуется, как ни странно. Но опять же, мы же общаемся при конвоире. Мне сложно сказать. Плюс цензура, вот это все. Я думаю, действительно, правда может выясниться только, когда Олег сам об этом расскажет, будучи уже свободным. Как сейчас налажена связь? То есть я правильно понимаю, что ты получаешь только от адвоката какие-то весточки? На данный момент да. Вот я надеюсь, что там с цензором они решат, и у нас снова возобновится переписка, которая была до этого пока так. Что значит решат с цензором? Насколько я знаю, там не доходят письма именно по причине, что у них с цензором какая-то проблема. То ли в отпуске, то ли уволился, я не знаю в чем. То есть это не то, что не пропускают, а просто его нет? Да, ну по факту не пропускают. По факту человек не получает писем. По факту человек в информационном вакууме. И то, что колония не может решить эти проблемы, это проблема колонии. Это должны решить, ну хорошо, сами читайте, вычитывайте. Но нельзя так. Это противоречит, ну даже нельзя. В России даже нет такого закона, чтобы лишать переписки заключенного. А по сути его лишили. А кто ему пишет вообще? Ему пишет очень много. То есть поддержка вот эта есть? Она есть, да, по всему свету. Просто люди, там, политики пишут, активисты пишут, режиссеры пишут, кинематографисты со всего мира. Ему очень много пишут. Ну да, и бреда тоже много. На самом деле вот в письме Олег написал мне, что сейчас он будет редко отвечать на письма. Ему очень не нравится, что то, что он пишет лично человеку, потом появляется в интернете. Он просит, я так понимаю, что он и до этого просил не делать этого, не выкладывать переписку в интернет. Но люди продолжают это делать. И он пришел к мнению, что лучше вообще не писать. Ну для начала хотя бы, чтобы он получал эти самые письма. Наташа, спасибо большое. Передавай слова поддержки семье, маме, детям. И будем дальше следить мы за этой темой. Напомню, что Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега Сенцова была гостьем нашей студии. Ну а мы же переходим ко второй теме нашего выпуска. Сегодня Надежде Савченко продлили арест. Не стали выпускать ее на поруки. Это решение принял операционный суд Киева. Ну а генеральный прокурор Юрий Луценко на днях заявил, расследование дела нардепа Надежды Савченко и руководителя организации офицерский корпус Владимира Рубана окончено. Материалы им переданы, теперь они должны с ними ознакомиться. И далее будет суд сам уже по сути. Юрий Луценко детально рассказал журналистам, в чем подозревают Савченко и Рубана. Если коротко, то подозрение такое. Они завозили оружие с неподконтрольной территории, хранили его на базе полка разведчиков, их, мол, пытались завербовать, планировали обстрелять Верховную Раду из этого оружия, а потом захватить власть в стране. Ну а вот позиция самих подозреваемых и их защиты, мне, по крайней мере, до последнего не была ясна. Именно поэтому мы накануне записали интервью с адвокатом Владимира Рубана Валентином Рыбиным. Посмотрите его. Валентин, давайте начнем с этого выступления генпрокурора Юрия Витальевича Луценко, который после вот этих громких арестов, задержаний, вышел, наконец-то, к прессе и сообщил, что дело раскрыто. Давайте посмотрим, в общем, как это было. Речь идет вовсе не о проверке СБУ на бдительность, как заявляла Надежда Савченко. Ведь на самом деле речь идет не о проверке, нет ли оружия с подконтрольной Украине территории на вооружение террористов. Речь идет вовсе не о шутках, которыми она хотела напугать, своими телевизионными роликами. Речь идет о подготовке полномасштабного теракта. План, который разрабатывали в Москве по теракту Савченко-Рубана, план, который вооружили в Донецке для реализации теракта Савченко-Рубана, был вынужденным шагом после того, как Путин не смог реализовать свой план военного захвата Украины. План Савченко-Рубана был планом Б, который, к сожалению, часто срабатывает в украинской истории. Внутренний взрыв и свержение украинского государства руками самих украинцев. Что Вы можете сказать на это заявление о том, что это был план Б, разработанный в Москве, спущенный сюда, чтобы государство Украина разрушить руками самих же украинцев? Прежде всего, я хочу сказать, что высказывания генерального прокурора не несут никакую юридическую нагрузку. В данном уголовном производстве, в материалах досудебного расследования отсутствуют вообще какие-либо следы, указывающие на то, что был план полномасштабного террористического акта. Один. Второе. То, что этот план был разработан в Москве при участии президента Российского Федерации. Два. И то, что этот план был согласован с представителями ДНР. Три. То есть, правильно ли я понимаю, что в тех документах, которые Вы уже получили, не получили, или с теми документами, с которыми Вы знакомы, там нет вот этой руки Москвы, условно? Руки Кремля? Руки Москвы, Кремля, ДНР в данных документах нет. Это не более чем страшилка, которая была спровоцирована отсутствием нормальных, серьезных доказательств вины, как Владимира Рубана, так и Надежды Савченко. И сделано это, я прошу прощения, сделано это как раз-таки для того, и Юрий Витальевич же об этом и сказал, что все, что там будут говорить потом адвокаты, Вы на это не обращайте внимания. Каждый раз, заходя в судебные заседания, помните только об одном. Какое количество жертв могло бы быть, если бы случилось, и дальше Александр Рувин рассказывал, что могло случиться. Мы об этом еще поговорим, и о серьезности или несерьезности доказательств тоже, но давайте введем в курс наших, собственно, зрителей, и послушаем Юрия Луценко о том, как вот он рассказывает всю эту историю, что же по его версии, по версии следствия произошло. Спецназовцы Службы безопасности Украины сообщают своему руководству о попытках вербовки их для организации теракта в государственных учреждениях украинской столицы. Сразу после этого под процессуальным руководством военной прокуратуры возбуждается дело и осуществляются санкционированные судом негласные действия. Народным языком происходит видео- и аудиофиксация всех действий злоумышленников. Мы видим, как закупается Рубаном первый бус, который перегоняется на территорию ДНР и оттуда возвращается с первой партией вооружения. Эта партия была зафиксирована экспертами, о чем было неизвестно злоумышленникам, и отправлена на территорию хмельницкого полка спецназа СБУ, где хранилась до времени Че, который должны были назначить террористы для своей атаки. После того происходят стрельбы из снайперской крупнокалиберной винтовки производства ДНР лично Савченко Рубаном. Причем они обсуждают со спецназовцами СБУ свои дальнейшие планы. Нападение на кортеж должностных лиц, способ уничтожения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, каких должностных лиц и как физически уничтожить, сколько жертв и сколько это все будет стоить. После этого происходит вторая поездка за боеприпасами в ДНР, которую мы фиксируем не только на въезде путем перечисления боеприпасов и так далее, и их фиксации, но машина оборудуется средствами аудио и видеонаблюдения. Поэтому мы видим все, что происходит на оккупированных территориях с этим микроавтобусом. Кто садится за руль, в каких местах и что загружают террористы, которыми руководят российские офицеры. Все это мы видим. Машина прибывает назад, и в этот момент она задерживается службой безопасности Украины. Так что мы имеем дело с двумя грузами, первого и второго автомобиля. В сумме все они совпадают для использования в запланированном теракте. Все они совпадают для использования в запланированном теракте. Версия, на первый взгляд, выглядит достаточно стройной и убедительной. Ну, конечно же, тем более, если эта версия провозглашается самим генеральным прокурором Украины. Она будет выглядеть для большинства обывателей достаточно правдоподобной. Однако при первом же приближении мы начинаем понимать и при участии генерального прокурора мы убеждаемся в том, что данная версия не удержит никакой критики. Я обращаю ваше внимание, что именно во время этого брифинга появилась просто смешная версия о том, что якобы Рубин и Савченко должны были, проплывая мимо Верховной Рады на барже, использовать минометы. Обязательно об этом еще поговорим. Все-таки вот о собранных доказательствах говорит Юрий Луценко о том, что пытались завербовать сотрудников вот этого спецполка. К ним была первая партия оружия, которую привезли на территорию этого полка. Была вторая отправка в так называемую ДНР. Там уже было все записано, были записаны переговоры и разговоры. Это все есть в материалах дела? В материалах дела есть аудио и звукозаписи, которые на самом деле и больших не будет. Которые на самом деле уже публиковались органам досудебного расследования для мотивации у народных депутатов Украины позыва к снятию неприкосновенности с Надеждой Савченко. Я вам вполне официально, авторитетно заявляю. Других, более весомых высказываний Надежды, либо Владимира, либо каких-либо видеозаписей предоставлено не будет. Все, что можно было собрать, нарезали в этот получасовой фильм. Давайте так. Первый бус отправлялся в так называемую ДНР? У следствия досудебного расследования нет доказательств того, что первый бус был, как говорит генеральный прокурор, приобретен Владимиром Рубином. Это первое. У следствия нет доказательств того, что первая поездка, которая осуществилась, по мнению досудебного расследования, 23 ноября осуществлялась при помощи Владимира Рубина и Надежды Савченко. Почему? Потому что автобус, микроавтобус с вооружением из серой зоны на нулевой блокпост, а в дальнейшем и на контролируемые блокпосты уже на территории Украины завозил некий Березинь. Тот же Кедр, тот же Павел Балов. Он был за рулем, он ехал. И самое главное, говорит генеральный прокурор, что... Это человек, который как раз сотрудник... Это человек, который явился инициатором данной провокации. И который до возбуждения уголовного производства, до внесения ведомостей в соответствующий ЕРДР, имея частный разговор с Надеждой Савченко, записал этот разговор, несанкционированно, на личный диктофон. И, будучи допрошенный уже 15 марта, Кедр говорит о том, что я данную запись продемонстрировал своему руководству, получил указание продемонстрировать службу безопасности Украины, продемонстрировал представителям службы безопасности Украины, и после этого было принято решение непосредственно начинать уже работу в отношении Надежды Владимировича. Ну, как раз сходится. Итак, давайте расскажите свою версию событий. То есть вы это называете провокацией? Я это называю абсолютно четко, спланированной и чистой провокацией. Как это происходило? Происходило это следующим образом. Надежда Савченко имела разговор частного характера с Павлом Баловым, которого она знала достаточно давно, с 16-го года. Во время этого разговора... У них какие-то отношения были? Я пока не могу об этом говорить, возможно, это выяснится в дальнейшем. У них был... Просто не о нем ли говорила Надежда Савченко, когда в сценах Верховной Рады употребляла такие весьма фривольные выражения о том, как к ней домогался некий человек, некий мужчина? Вы знаете, на самом деле я говорил уже об этом и писал об этом на своей странице в Фейсбук, что эта провокация, которая была в отношении Надежды и Володи, она осуществлена непосредственно на эмоциях и чувствах. В данном случае мы четко видим, как Кедр, записав разговор личного характера, потом его продемонстрировал одним, вторым, потом решили за спиной у Надежды что-то совершать, провоцировать ее, и я уверен, что вместо того, чтобы сказать, Надя, я в этом участвовать не буду, ничего подобного я не слышал, и разговаривать на эту тему не хочу, Павел Балов потом продолжал разговоры с Надеждой, уже будучи заряженным соответствующими представителями спецслужбы на запись аудио, и соответствующим образом ее мотивировал на продолжение соответствующих действий, что явно, явно и конкретно запрещено. То есть это таки вот этот человек, о котором Надежда говорила те роковые сказы? Полагается, что это он. Окей. Значит, она приходит к нему, у них происходит частный разговор, в котором Надежда Савченко говорит что? Мы сейчас не имеем пока возможности прослушать полностью запись этого разговора, однако запись есть в деле, и я говорил об этом прокурорам, что вот эта роковая ошибка, которую вы сделали, вам нужно было заяву написать от Паши Балова, что Надя меня вербует или еще что там делается, а вы подложили туда несанкционированную запись аудиоразговора частного, что показывает потом в дальнейшем мотивацию всей спецслужбы на провокацию данного правонарушения. Так, они поговорили, о чем вы не хотите говорить, но именно этот разговор стал началом вот всей этой большой истории. Балов пришел к своему руководителю, и он говорил об этом, кстати, в суде. Тут Надежда Савченко хочет теракт совершить. Да, что будем с этим делать? Что будем с этим делать? И, наверное, получил указание от своего руководителя, слушай, давай со службами сейчас поработаем, и там решим. То есть она что-то подобное говорила. Вопрос в документировании или сборе этой процессуальной верности документирования этого разговора, но сам разговор был. Значит, я вам хочу сказать, что даже если сам разговор был, а мы предполагаем, что он с большой долей вероятности был, и даже если Надежда Савченко позволяла себе высказывать какие-то фразы либо какие-то мысли относительно действующей власти или относительно способа замены действующей власти, это не является преступлением. А какой она предлагала способ замены в этом разговоре? Я еще раз говорю, что мы, к сожалению, пока не можем его услышать. С 13 августа мы начнем... Ну, вы же наверняка говорили и с ней, и с Рубаном. Я говорил с Владимиром Рубаном, однако ему данный разговор неизвестен. С Надеждой Савченко у меня не было возможности пообщаться, но с 13 августа мы начнем знакомиться с материалами дела, и я первым, что буду требовать от органа дозыбнирового расследования, именно прослушать данную запись. Хорошо, давайте дальше по порядку. Происходит у них некий частный разговор, он идет с этим разговором к своему начальству, говорит, тут вот Надежда Савченко хочет совершить то ли теракт, то ли насильственно свергнуть действующую власть. Дальше заводится оперативно-розыскное дело. Нет, скорее всего, что дальше этот разговор показывают специалистам по провокациям этой службы безопасности Украины, которую решают обычным, банальным, причем абсолютно дилетантским образом, провоцировать Надежду дальше. В чем это выражается? И она на эту провокацию ведется? Конечно, потому что, может быть, она имела соответствующие отношения с Павлом Баловым. Соответствующие отношения? Она, может быть, верила этому абсолютно правильно. Романтические, роман у нее был с Павлом Баловым. Все что угодно. На человеческих отношениях человек работает вот так вот. Она ему говорит, неплохо было бы взорвать Верховную Раду, он ей говорит, эх, давай взорвем. И они, взявшись за руки, начинают... И после того, как он пообщался со своим руководством и со службой безопасности Украины, он ей, скорее всего, сказал, что давай, я тебе помогу, я все организую, надо вот так вот так вот так вот так вот так вот так, давай. И она соглашается, потому что... И она соглашается, я не знаю, какие личные мотивы еще раз давать, не будем об этом говорить, но человек уже действует под провокативными намерениями этого кедра. Ну что ж, интересно это все, подобная версия. Итак, вернемся вот к тому, о чем говорил Юрий Витальевич Луценко, о первом автобусе, который поехал на неподконтрольную территорию и оттуда выехал с оружием. Вы говорите, что ни ваш клиент, ни Надежда Савченко к этому отношения не имеют. Значит, по версии следствия, к покупке автобуса имеет отношение Владимира Рубна, я официально заявляю, это ложь, нет никаких сведений о том, что Володя покупал автобус. К перевозке Володя не имеет никакого отношения, потому что автобус проезжал серую зону и подконтрольную территорию Украины под управлением Павла Балова. Володи не было. То есть к этому отношение имеет Надежда Савченко? К этому отношение имеет кедр. Которая на тот момент верит Павлу Балову. Еще раз говорю, Надежда Савченко к перевозке оружия в первом случае, и во втором, не имеет никакого отношения. Хорошо, а этот первый бус едет на базу? Едет на базу расположения спецполка, да, восьмого, в городе Хмельницком. Как вы думаете, он бы мог такое количество километров намотать с оружием без соответствующих документов прикрытия, которые выдавал соответствующий руководитель, командир части под залегендированным именем Кот? Послушайте, ну пока все сходится. Ведь по сути Юрий Луценко говорит о том же самом. Только вы говорите о некой... А Юрий Луценко говорит о раскрытии ужасного преступления. О том, что пришли к нему, ну не к нему, а к своему руководству и сказали, нас вербуют. Ну то есть я так понимаю, что если в его слова вставить фамилию Балов, Балов пришел и сообщил, что его вербуют, то дальше все складывается. Нет, в этом-то вся и вещь. То есть, что когда вербуют, уже есть план и уже есть распределенные роли. А когда делятся наболевшим, вот как бы взорвать Верховную Раду? Поделился человек с человеком. Да, ну вы знаете, что 90% населения Украины поддерживают, пускай даже эфемерный план Володи и Надежды. Потому что на кухне... У нас с вами разное круг общения. Да, наверное, вы просто в тех числе 10%. Так вот, на кухне, знаете, такое говорят, что ни один уголовный кодекс не выдержит. Тем не менее, это не преступление. А вот провоцировать на преступление запрещено. Хорошо, понятно становится, в общем-то, позиция защиты. Второй бус был? Ну, мы, собственно, его все видели. Мы видим видео. Второй бус был заряжен. Видео он выезжал из Хмельницка уже, будучи нашпигованы соответствующими средствами слежения. Все, что происходило на видео, которое показывали народным депутатам, наверное, происходило в реальности. Однако, опять же, обращаю ваше внимание на то, что мой подзащитный Владимир Рубан сел за руль этого автобуса, когда тот уже был загружен оружием. И поэтому, когда мне один из журналистов задал вопрос, подождите, Владимир Рубан видел, как загружается автобус с оружием? Я говорю, нет. Он просто сел и не знал, что у него там оружие. Подождите, мы говорим о том, что мы видим. Мы говорим о факте. Человек сел за руль автобуса, и когда его спрашивают, что он перевозил, он говорит, я мебель перевозил. И вытаскивают хлопцы оттуда мебель. Человек говорит о фактах, и я говорю о фактах. А мебель он откуда и зачем перевозил? А эти вопросы ему никто не задавал. Ну, вы же наверняка задавали. Да, но это позиция защиты. Она будет озвучена, когда мы увидим доказательства страны. То есть он сел за руль автобуса напичканного оружием, страшным оружием, думая, что он везет мебель? Не важно, что он думал. Его пока об этом, кстати, на этапе досудебного расследования вообще никто не спрашивает. Хорошо. Так, вы являетесь адвокатом именно Рубана. Я формально также являюсь адвокатом Надежды Савченко. Сейчас я, учитывая тот факт, что и Володя, и Надежда остаются в одном производстве. Об этом, если захотите, расскажу немножко побольше. Мы хотели инициировать соглашение о признании вины с Володей. И тогда бы нас выделили в отдельное производство. В данном случае мы остаемся в одном производстве. Я подумываю над тем, учитывая то, что у меня формальный договор с Надеждой есть, возможно, и приступить к ее защите. Однако, здесь я хочу, чтобы не было никаких спекуляций. Надежда сейчас пользуется правовой помощью адвокатов адвокатского объединения Баррестерс. И как она решит, так и будет. Пока я в данном случае... Но при этом вы начали ответ на этот вопрос со слов «я являюсь формально» и «Надежда». Что значит «формально»? Формально это значит, что в одном из заседаний апелляционного суда города Киева по, опять же, просьбе одного из представителей адвокатского объединения Баррестерс я подписал с Надеждой договор для того, чтобы представлять ее интересы в данном заседании. Пока договор действует, поэтому я однозначно не злоупотребляю доверием Надежды Савченко. И защита ее будет формироваться позицией непосредственно адвокатами адвокатского объединения Баррестерс. Но если будет необходимость, то я, возможно, подключусь и к защите Надежды. Вся эта история, мне еще, смотрите, очень впечатляет хитросплетение, я не знаю уж, судьбы современной украинской политики и всего, что происходит. Потому что вы были адвокатом Александрова, это, напомню нашим зрителям, это российские ГРУшники Александров и Ерофеев, которые были осуждены Голосеевским судом Украины, Киева. И вот после они были обменены, эти двое были обменены на Надежду Савченко. Вы сейчас как раз можете видеть, как они вдвоем выходят и встречают жены. А в это же время Надежда Савченко прилетела в Киев, и вот ее так встречали журналисты. И теперь вы защищаете Надежду Савченко, на которую были обменены ваши прошлые клиенты. Удивительно. Ну, скорее всего, что это... А компания «Баристерс» основана адвокатом в прошлом Надежды Савченко, российского адвоката Ильи Новикова, который здесь получил удостоверение, и теперь, получается, люди, работающие под его руководством, снова защищают Надежду Савченко. И вы вместе теперь действуете. Я не могу сказать, что мы действуем вместе. Позиции защиты в данном производстве у Надежды и у нас немножко сейчас, но мы на одной стране. Ничего здесь, никакой нумерологии или конспирологии нет. Я думаю, что это просто такая злая шутка судьбы. Самое главное и самое ужасное в этом то, что Надежда Савченко, которая является героем Украины и которая была, по сути, канонизирована именно действующей властью, и Владимир Убан, который сотни человек вернул из плена с той стороны, и с женой, кстати, одного из пленных, который еще содержится в плену, я буду скоро встречаться по рабочим вопросам, находится сейчас под стражей и в украинском обществе активно создается мнение украинского общества о том, что это злочинцы или преступники. Ведь на самом деле закон Украины о службе безопасности Украины, закон о контрразведывательной деятельности четко говорит о том, что служба должна профилактировать соответствующую подготовку либо задумы к совершению преступления. Ну, я же об этом говорил еще в марте. А не провоцировать, считаете ли вы, а раскрывать, считаете Юрия Луценко. Абсолютно правильно. А скажите, а Надежда Савченко не спрашивала, как там дела у Ерофеева Александрова у вас? Ну, это же важно, ее жизнь... Если вы хотите, вы можете у меня спросить. Я хочу у вас спросить, но ее же жизнь кардинально поменялась, именно из-за вашей работы, например. И теперь вы поменялись местами. Еще раз, ничего в этом страшного не вижу. Я не поддерживаю отношения ни с Александром Александровым, ни с Женей Ерофеевым. Насколько мне известно, информация, наверное, уже древняя, потому что я не поддерживаю с ними контактов. У них все нормально, они уволены из Вооруженных сил Российской Федерации, занимаются своими какими-то частными делами, женятся, разводятся. Ну, вот в таком плане. Валентин, как вас характеризуется, если коротко, роль Рубана во всей этой истории? Роль Володи Рубана во всей этой истории для меня, как для его защитника, его роль является незначительной по тому плану, который отвели в службу безопасности для него. А именно службы безопасности являются держателями плана. Нам рассказывают... Я каждый раз напоминаю, чтобы наш зритель тоже имел в виду, что это позиция... Официальную версию Генерального прокурора мы слушали. Это позиция защиты. А вот как человека, скорее всего, роль Володи Рубана, это роль человека, который точно так же, в свою очередь, доверился Надежде Савченко. То есть Надежда Савченко доверилась Балову, а Владимир Рубан доверился... Владимир Рубан не был знаком с Павлом Баловым до тех пор, пока его не познакомилась к ним Надежда Савченко. Я помню, кстати, как Рубан даже приходил в Голосеевский суд зимой как-то и, по всей видимости, вел какие-то переговоры как раз об обмене Ерофеева-Александрова на Савченко. Рубан участвовал в этом процессе. Я вам скажу, что роль его достаточно значительная. Более того... А Юрий Луценко говорит, что его роль гораздо более весомая, чем роль Надежды Савченко, что именно он гораздо больше, например, знает о условной руке Кремля. Нет. Дословно Юрий Луценко сказал о том, что высказывая готовность к заключению соглашения о признании вины, Владимир Рубан, и это со мной была позиция согласована Володей, высказал желание признать все, что инкриминировалось ему в уведомлении о подозрении, без каких-либо дополнительных услуг. Я о другой фразе Юрия Луценко о том, что он знает больше, чем Надежда Савченко, но не суть. Давайте поговорим все-таки о том, как, если исходить из вашей версии, что это провокация, они невиновны, они просто доверчивые люди, которые... Которых 40 миллионов в Украине. А вы считаете, что доверчивость это неприсущий человек? Почему при этом ваш клиент был готов признать свою вину? Я об этом заявил за буквально полсуток до проведения данной пресс-конференции генеральным прокурором, потому что четко понимал, что готовится акция по очернению как Надежды Савченко, так и Владимира Рубана. И я вынужден был об этом заявить. Мы действительно с самого начала моего появления в данном процессе 25 июня я заявлял представителям публичного обвинения, что ДНР готовы обменять Владимира Рубана на двух служащих вооруженных сил Украины, которые удерживаются ими в плену. Фамилии этих людей сейчас уже известны. Это Сергей Глондарь и Александр Кореньков. Эти люди содержатся в плену достаточно давно. И мы были абсолютно готовы к тому, чтобы провести даже индивидуальный обмен. Для этого нужно было соблюдать формальности с юридической стороны. Это могло выглядеть как соглашение о признании вины. В данном случае мы согласились бы признать свою вину без дополнительных условий. То, что вы написали уведомление о подозрении, хорошо. Мы не говорили о том, что мы будем давать показания непосредственно на представителей ДНР либо Москву, потому что мы вообще не знаем, что она там делает. Это Москва и рука Москвы. Поэтому Юрий Лусенко сказал на брифинге, что нам это неинтересно. Мы хотим чего-то большего, чтобы Володя сказал. Володя не скажет ничего большего, потому что там и того, что написано в подозрении, нет. Однако, с целью того, чтобы возвратить домой двух ребят, Володя, понимая, что здесь, идя на соглашение о признании вины, он получает обвинительный приговор. И, скорее всего, что на ближайшие годы путь в Украину, возврат в Украину будет для него закрыт. Он все равно соглашался на эту пробу. То есть, Владимир Рубан, который доверился Надежде Савченко, решает взять на себя несуществующую вину, признать, чтобы его признали виновным, осудили, чтобы пойти на обмен и поехать жить на неподконтрольную территорию, где небезопасно, остаться там жить. Мы не обсуждаем, что там жить или что там делать. Задача ставилась в ближайшем будущем. Окей, хорошо. Обменяться на двух военнослужащих в основе. Хорошо, потому что душа у него болит за этих двух украинских пленных. А что, возвращенные в Украину до 700 человек, Володи, за них душа у него не болела? Давайте, может быть, у родственников спросим тех ребят, которые вернулись. Я не готова говорить и апеллировать, и как-то спорить по поводу возвращенных долгов. Поверьте, это очень важно. Я не готова просто давать вам контраргументы. Хорошо, если исходить из этой версии, значит, как я понимаю, как, собственно, говорит Юрий Луценко, он может это сделать уже после ознакомления с делом. Он может это сделать после ознакомления с делом в процессе рассмотрения судом определенных материалов, но я, как защитник Володя, склоняюсь к тому, что мы будем добиваться оправдательного приговора. Поверьте, его добьемся. А где логика? А где логика? В одну неделю он готов признать вину в обмен на украинских пленных, а спустя неделю он не готов этого сделать? Объясняю. Логика заключалась в следующем, что досудебное расследование имеет возможность заключения соглашения о признании вины на досудебном расследовании с представителем обвинения, с прокурором и вынесения на суд уже готового юридического продукта, который судом, по сути, только утверждается, без каких-либо условий, безусловное признание вины. На что Володя был согласен именно ради участия в обмене. И мне тяжело, это еще раз, наверное, приходится объяснять, что целью было именно возвращение домой двух украинских ребят. Что это мешает ему сделать сейчас? Ничего не мешает. Но когда Юрий Луценко, говоря об этом, рассказывал, что это не Володе решать и не его адвокату решать, то я выдвигаю контраргумент генерального прокурора Украины. Потом будет решать этот суд уже вопрос относительно, виновен Володя или не виновен. А я, как его защитник, сделаю все, чтобы суд Володя оправдал. Валентин, если вот начинается суд, вы очень быстро ознакомитесь с материалами дела, выходите в судебный процесс, он выходит Владимир и говорит, я признаю свою вину, осуждайте, меняйте. Я хочу, чтобы украинцы вернулись домой в семье. Такое возможно? Конечно. И воля клиента будет, но исполнена, однозначно. Так и будет? Если скажет мне мой подзащитный, что мы играем в обмен в суде, значит мы будем играть в суде. То есть пока это, по логике, которую вы рассказываете, это должно выглядеть именно так? Нет, это может выглядеть именно так. Хорошо. Какая роль сестры Надежды Савченко, Веры Савченко во всей этой истории? Не могу вам сказать, потому что роль... Она есть как-либо, проходит в материалах дела? Никоим образом. Вере Савченко не предъявлена. Ни как свидетель, ни как... Я даже не знаю, допрашивалась ли она как свидетель, потому что нам не раскрыты, к сожалению, пока материалы. А не раскрыты материалы мне успел Валентин перед началом рассказать, потому что дата назначена 13 августа, когда, собственно, могут прийти и начать знакомиться с материалами дела. А какова роль во всем этом деле Олега Мезенцева? Олег Мезенцев, я напомню, опять-таки, нашим зрителям, возможно, кто-то не помнит. Это молодой человек, который во время судов всех по Савченко еще в России всегда появлялся рядом с Верой. Это ее близкий друг. Потом он был помощником, официально помощником Надежды Савченко как народного депутата. Какова роль его? Он фигурировал в первом подозрении, озвученном Рубану. Значит, первое подозрение, насколько мне известно, было предъявлено Володе 8 марта, однако 13 марта подозрение было изменено. И в измененном подозрении Мезенцева уже нет. А во всех остальных материалах дела он есть или нет? Мезенцева я не вижу. И там этот человек чисто случайно попал, я так понимаю, в поле зрения службы безопасности Украины. Ему точно так же не предъявлялись никакие подозрения. И, возможно, он допрашивался как свидетель, но об этом лучше спросить, наверное, у Веры Савченко. И вы не знаете, пока, собственно, вы не начали знакомиться с материалами дела. Ну, мы, наверное, будем уже заканчивать. Остается два главных вопроса по поводу голодовки Надежды Савченко. Вам что-то известно? Объявляла она раз голодовку, потом выходила из нее якобы для совершения неких процессуальных действий, потом снова объявляла, потом снова выходила. Мне, к сожалению, об этом мало что известно. И единственное, что хочу сказать, я с Надеждой в данном процессе сталкивался единожды в апелляционном суде. Я не знаю о том, что она объявляла, с какой целью и что было достигнуто объявлением данной голодовки. А Владимир Рубан не объявлял? Владимир Рубан голодовку не объявлял. Время, которое у него появилось и возможность побыть наедине, он использует с целью изучения английского языка, что делает достаточно успешно. В СИЗО, а где они находятся, содержатся в Оскольдовом переулке, так называемое СИЗО-СБУ, которое на самом деле статуса правового такое не имеет. Есть такое мнение. Кто платит вам деньги и откуда у него деньги у вашего подзащитного? Ваши услуги совсем не дешевые. Володя Рубан не платит мне за предоставление правовой помощи. Правовую помощь я оказываю ему по договоренности, которая была достигнута с ним еще в 2015 году. Володя Рубана я знаю с мая 2014 года и неоднократно участвовал в обмене, который проводил Володя Рубан. Вы работаете бесплатно? Да. Можно сказать, что Володя Рубан мой друг. Хорошо. И когда мы все-таки увидим это дело в суде, ваш прогноз? Мы с Владимиром Рубаном, а также с адвокатами, которые со стороны Володи Рубана участвуют в этом процессе, не будем затягивать ознакомления. Если там 10 томов, мы достаточно динамично ознакомимся с производством. Однако есть Надежда Савченко и ее адвокаты. Я думаю, что если процесс ознакомления затягиваться не будет, мы увидим ближайшие заседания уже в октябре данного года. В октябре? Да. Если в августе начнете знакомиться с 10 томами? Дело в том, что у Володи Рубана на данный момент 4 адвоката, у Надежды Савченко, насколько мне не изменяет память, 5. Все должны ознакомиться, изучить материалы, подписать протоколы ознакомления. Есть такая юридическая практика, что с одним томом знакомится один рабочий день. Это высказывание Юрия Витальевича Луценко? Не Юрия Витальевича Луценко, это высказывание многих адвокатов. Абсолютно я с вами согласен, но данный вопрос урегулирован судебной практикой и только после того, как сторона защиты показывает затягивание с ознакомлением. Я говорю, мы затягивать не будем, мы будем ходить ежедневно и работать по этому процессу, потому что я считаю, что он, допустим, для Украины знаковый. Эту провокацию нужно показывать. То есть в октябре мы увидим, и тогда уже в октябре мы сможем и нашим зрителям показывать, и самим-то разбираться, что, собственно, происходит. Я напомню, что Валентин Рыбин сегодня был гостем нашей студии, и он рассказывал позицию защиты в этом громком деле. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Увидимся уже в следующий четверг в прямом эфире в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин